Одна четвертая финала Кубка России по гандболу состоится сегодня в 19 часов во дворце спорта Донской столицы. Наша команда сразится с Ладой из Тольятти. Напомню, что пять игроков клуба, которые вошли в состав сборной России по этому виду спорта, недавно вернулись из Испании. Это Анастасия Лагина, Юлия Моногарова, Екатерина Зеленкова, Милана Таженова и Ярослава Фролова. Девушки уже успели отдохнуть и вместе с остальными гандболистками подготовиться к предстоящей игре. Нам как раз дали после чемпионата мира сразу 10 дней отдыха, поэтому я абсолютно ничего не делала, только много было похождений везде на улице, на свежем воздухе, там какие-то, не знаю, мне кажется, больше в эмоциональном плане, наверное, перезагрузка. Игра с Ладой – это очень хороший соперник, очень тяжелый для нас, игры всегда с ними нелегкие, все будет зависеть от нас. Как мы начнем игру, так она и сложится. Нам нужно диктовать именно наши правила игры. Несмотря на то, что после возвращения гандболисток с чемпионата мира команда успела провести всего две тренировки, тактика у них уже отработана, говорит главный тренер Ростов-Дона. Два раза мы с ними встречались в этом сезоне, проиграли на выезде, выиграли домашний матч. У них очень опасная задняя линия, также у них в хорошей форме и звезда Фомина, но в домашней встрече мы подготовились, улучшили защиту и за счет этого мы победили. Поэтому это очень серьезный соперник, всегда очень серьезный. Добавлю, что во время первой игры в следующем году гандбольным клубом «Ростов-Дон» и фондом «Дорина» будет вновь организована благотворительная акция «Мешкопад». Она пройдет 4 января. Любой желающий сможет приобрести мягкую игрушку, все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся детям.